Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как мы слышим. Может показаться, что эта тема достаточно очевидна. Но поверьте, тут есть о чем поговорить. Например, общеизвестно, что слышим мы ушами. И часто именно уши воспринимаются как конечное звено во всей цепочке от источника звука до слушателя. На самом деле все намного сложнее. И из-за этим, казалось бы, очевидным процессом скрывается много того, что может быть нам полезным. В первую очередь необходимо понимать, зачем нам нужен слух. В предыдущих лекциях мы говорили о звуке как о физическом явлении. Но для большинства живых существ звук это в первую очередь источник информации об окружающем нас мире. А если это так, тогда конечным звеном в той самой цепочке от источника звука до слушателя будут не наши уши, а будет наш мозг. Ведь именно в мозг собирается вся информация от всех наших органов чувств. Тогда уши, или точнее весь слуховой аппарат, служат лишь для того, чтобы преобразовывать информацию, которая содержится в акустических колебаниях, что это такое мы с вами говорили в прошлых лекциях, в удобную для мозга форму. Давайте посмотрим вкратце, как же выглядит это преобразование. Весь слуховой аппарат человека состоит из трех органов, каждый из которых выполняет свои уникальные функции. Внешнее ухо, или раковина. Та часть слухового аппарата, которая находится снаружи и видна всем. Его форма в виде воронки, как бы подсказывает его назначение. Считается, что его задача улавливать звуковые колебания воздуха и перенаправлять их дальше по слуховому каналу к следующему органу нашего слухового аппарата. У многих животных ушные раковины подвижны. Человеку же, для того, чтобы точнее определить источник звука, приходится крутить головой. Пройдя по каналу внешнего уха, звук попадает в так называемое среднее ухо, которое состоит из барабанной перепонки и хитрой системы из трех замысловатых косточек. Эта система работает следующим образом. Звуковые колебания, пришедшие из внешнего уха, начинают воздействовать на барабанную перепонку. И колебания этой перепонки передаются на систему из косточек, которые тоже начинают двигаться, воздействуя друг на друга. Считается, что назначение этого органа усиливать полученный сигнал и передавать его дальше в следующий орган, который называется внутреннее ухо. Пожалуй, это самый сложный из всех трех органов слухового аппарата. Установлено, что он выполняет сразу несколько функций. Кроме работы со звуком, он выполняет роль такого себе гироскопа, то есть помогает определить положение головы в пространстве. Возможно, вы слышали о вестибулярном аппарате. Так вот, внутреннее ухо имеет к нему самое непосредственное отношение. Что касается звука, то в этом органе и происходит загадочное преобразование звуковых колебаний в электрические импульсы, которые затем передаются по нервам непосредственно в мозг. Возможно, вы заметили, что я часто использую такие слова, как считается, предполагается. А все потому, что на самом деле никто в полной мере не знает, как работает слуховой аппарат человека. И не только человека. Например, я лично подозреваю, что у внешнего уха больше функций, чем просто быть рупором. А задача среднего уха куда сложнее, чем просто усиливать сигнал. Если вам интересно, в интернете есть много информации и фильмов об устройстве слухового аппарата человека. Можете порыться и удовлетворить свое любопытство. В любом случае, нам, как звукооператорам, важно понимать, ухо преобразовывает акустические колебания в электрические импульсы, которые поступают нам в мозг. И затем мозг эту информацию каким-то образом обрабатывает. Таким образом, вопрос, как мы слышим, я бы разбил на две части. Первая часть касается исключительно физиологии. И мы начали об этом говорить, когда рассматривали строение слухового аппарата. Вторая часть касается того, как именно наш мозг обрабатывает полученную информацию. Что касается физиологии. Человеческий слух имеет свои ограничения по восприятию звука. И знание этих ограничений крайне важно для нас, потому что все музыкальное оборудование проектируется, исходя из этих ограничений или особенностей. Согласитесь, нет смысла делать колонку, которая излучает колебания, которые мы не способны слышать. Или какой должна быть громкость музыки, чтобы у слушателей не лопнули барабанные перепонки. Если вы смотрели предыдущие выпуски, то знаете, что звук можно описать тремя параметрами. Частота, амплитуда, она же громкость, и время. Считается, что человеческое ухо способно различать колебания, начиная от 20 Гц, это самые низкие звуки, которые мы способны услышать, и заканчивая 20 тысячами Гц, это самые высокие звуки. К сожалению, для большинства людей это звучит как грубая лесть. Думаю, что в таком диапазоне способны слышать только грудные младенцы или отдельные уникумы. На самом деле, среднестатистический взрослый человек способен различать низкие звуки, начиная где-то с 30, а то и с 40 Гц, и перестает слышать высокие частоты где-то уже после 18 тысяч Гц. Как бы там ни было, но во всех приборах и при расчете акустических систем закладывается именно этот диапазон от 20 Гц до 20 тысяч Гц. С громкостью часто возникает определенная путаница, причина которой, во-первых, в недостаточном понимании физики звука, а во-вторых, не всегда ясно, что же мы меряем, когда говорим о громкости. Поэтому в этом разделе у нас будет много теорий и даже немного математики. Но, тем не менее, считаю, что эти знания крайне важны для нас. Очень часто, когда я задаю вопрос, в чем же измеряется громкость звука, то обязательно найдется кто-то, кто быстро ответит в децибелах и будет чувствовать себя умным и образованным человеком. В какой-то мере это правильный ответ. Действительно, для большинства приборов используют шкалу в децибелах. Но не все знают, что этот термин пришел к нам из математики и, по сути, это безразмерная величина. Другими словами, как говорил один мой преподаватель, в децибелах можно мерить все, что угодно, включая картошку. Например, шкалу в децибелах используют для измерения напряжения или силы тока. К децибелам мы вернемся чуть позже, когда разберемся с громкостью. Для начала вспомним, что то, что мы трактуем как громкость, по сути, является давлением. И если более конкретно, это давление, которое оказывает воздух на наши барабанные перепонки. Вспомните, что мы говорили о звуке в наших прошлых лекциях. Чем выше давление, тем более громким для нас ощущается звук. Из курса школьной физики мы помним, что давление измеряется в паскалях. В принципе, громкость тоже можно было бы мерить в паскалях. Но фишка в том, что человек по-разному ощущает громкость звука в зависимости от частоты. Другими словами, наше ухо имеет разную чувствительность для разных частот. Какие-то частоты мы слышим лучше, какие-то хуже. Для общего развития скажу, что громкость измеряется в сонах. Это абсолютная шкала. Справочник говорит, что один сон – это громкость непрерывного, чистого синусоидального тона частотой 1 кГц, создающего звуковое давление 2 милипаскаля. Но, как мы уже сказали, человеческое ухо имеет разную чувствительность для разных частот. Поэтому придумали другую единицу измерения громкости, которая называется фон. И эта шкала как раз и учитывает нашу особенность слуха. Например, уровень громкости в 0 фон – это наш порог слышимости. Звук тишь этого порога мы не воспринимаем. А уровень громкости в 120 фон называется болевым порогом. То есть, это звук настолько громкий, что вызывает болезненные ощущения в ушах. Громче этого уровня может достигать звук двигателя, ну, к примеру, реактивного самолета. Уровень громкости такого звука – порядка 150 фон. Существует также шумовое оружие, способное развивать громкость 180 или даже 200 фон, что считается смертельным для человека. Еще в 1933 году учеными Флетчером и Мансеном были проведены измерения, чтобы выяснить, как человек воспринимает громкость звука в зависимости от частоты. Результаты этих измерений отобразили на системе графиков, которая называется «кривые равной громкости». Суть измерений достаточно проста. Генерировался звук, а именно простой синусоидальный или по-другому тональный сигнал. Испытуемый слушал этот звук и по мере изменения частоты говорил, нужно ли делать звук тише или громче, чтобы по его восприятию громкость оставалась на одном уровне. Зависимость между тем, что говорил испытуемый, и реальными значениями звукового давления записывали и оформили в виде графиков. Позже другая пара ученых, Робинсон и Дассен, уточнили эти измерения, используя уже не наушники, а динамик, размещенный в безэковой камере. Эти результаты еще неоднократно подтверждались и уточнялись во многих лабораториях по всему миру. И в конце концов были сведены в единый международный стандарт – ISO 226 с последней редакцией 2003 года. Так что будьте уверены, что любые серьезные разработки в области акустики обязательно учитывают эти особенности нашего слуха. Теперь возвращаемся к диссабелам. Так получилось, что уровень давления, который оказывается на наши уши и на наше восприятие громкости – это не линейная зависимость, а логарифмическая. А это как раз та зависимость, которую описывают диссабелы. Если говорить простым языком, то речь идет о том, что величина давления, выраженная в цифрах, увеличивается намного быстрее, чем субъективный прирост громкости. Чтобы было более наглядно, приведу пример. Например, я могу сказать, громкость звука увеличилась с 512 сон до 2048 сон. Если мы переведем эту величину в децибелы, тогда это прозвучит так. Громкость звука выросла на 20 децибел. Согласитесь, это намного удобнее. Вообще, я настоятельно рекомендую вам глубже разобраться с вопросом, как и в каких единицах измеряют громкость звука. И также хочу обратить ваше внимание. Очень часто на разных приборах и пультах вам будут попадаться шкалы в децибелах. Но важно понимать, какие на самом деле физические единицы прячутся за этим обозначением dB. Чаще всего звуковые приборы со всеми своими стрелочками и прыгающей светодиодной индикацией на самом деле показывают уровни электрического напряжения полученного сигнала, что, понятное дело, не является громкостью звука само по себе, хотя и может быть напрямую с ней связано. В дальнейшем мы будем возвращаться к этому вопросу по мере изучения разных приборов и микшерных пультов. Когда мы говорим о каких-то ограничениях по времени в контексте слуха, то имеется в виду то, насколько короткие паузы между звуковыми сигналами способны различить наше ухо. Считается, что человеческое ухо различает паузу длительностью не меньше 30 миллисекунд. Опять-таки, справочные данные могут отличаться, как и особенности слуха каждого человека. Но общая идея заключается в том, что слишком короткие паузы слух может не различить, и звук, который на точных измерительных приборах виден как прерывистый, мы будем воспринимать как непрерывный сигнал. Это очень важная особенность нашего слуха, к которой мы еще вернемся, когда будем рассматривать такое понятие, как реверберация. Итак, подведем итоги по физиологии слуха. Первое. Человек слышит в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Второе. Человек различает громкость от 0 дБ, так называемый порог слышимости, до 120 дБ, так называемый болевой порог. В данном случае под дБ прячутся единицы измерения относительной громкости фоны. Третье. Человеческий слух по-разному чувствителен к разным частотам, что хорошо иллюстрирует кривые равной громкости. И четвертое. Минимальная пауза в звуке, которую способна заметить человеческое ухо, порядка 20 или 30 миллисекунд. Мы с вами рассмотрели особенности, связанные с работой слухового аппарата человека. В следующей лекции мы поговорим об особенностях восприятия звуковой информацией нашим мозгом. Всем всего хорошего. Пока.